Защита потребителей – это общественная организация, которая около 20 лет отставит права граждан. Наш многолетний опыт помог большому количеству покупателей добиться справедливости. Наша главная цель – помощь людям. Друзья, просьба подписаться на паблик «Защита потребителей» ВКонтакте, таким образом поддержать организацию. Друзья, город Воронеж, Кольцовска, 27, магазин «Либергер». Приехал приобрести кнопку на телефон. И очкарик тут напал один, неадекватный. Вот этот вот персонаж. Представься персонаж, слышишь? Ну, ты нападаешь, на людей бросаешься. Ты не предложил выйти, а теперь ты больше нападает? Ну, это у тебя какие-то понятия, ты по понятиям живешь, понимаешь, очкарик. Я по понятиям не живу. Давай, представляйся. Я еще что-то сделать. Листы давай претензии подписать. Еще что сделать тебе? Ты обязан по закону защите прав потребителей. Что я, чем я обязан? Ты обязан предоставить листы для написания претензий. Да. То, что у тебя нет терминала, то, что нельзя оплатить по карте, то, что ты хамишь. Вот это я хочу выложить своему руководству, да. Ну, ты выйди сам сними. Ты выйди сам сними. Ты сними сам. Тебе нужно сними. Ты обязан обеспечить, понимаешь? Ты обязан иметь аппаратуру для оплаты. Никто не должен бегать, снимать. Понимаешь? Твое руководство должно позаботиться об этом. А ты не должен хамить. Ты вместо того, чтобы представить телефон для связи. Начал верливо разговаривать. Да, телефон для связи ты обязан был предоставить. Я позвонил, там дождь идет. Попросил тебя. В смысле, телефон нашелся? Ты сказал сразу, давай выйдем. Ну, телефон нашелся, а то не было, да, перевоза? Ты бы, если вышел, ты понимаешь, ты бы лег бы и не встал бы, понимаешь? Зачем тебе это нужно? Ой, расскажи. Ты что, провоцируй меня, что ли, на неправомерные действия? В общем, давай листы, я тебе претензию напишу к твоему руководству. Ты отказываешься? Не знаю, что ли. Давай. Ценники, почему-то они висят на всю продукцию, а? Почему? А, вот так ты и разговаривал, да? Точно так же. Как тебя зовут, ты представься? Разговор, на закреплама. Ну, ты представься, как тебя зовут? А? На кого жалоб писать? На кого? Кто-то есть. Вот так, друзья, хамят в этом магазине Либерти. Кольцовска, 27, город Воронеж. Как тебя зовут? Фамилия, именедчество? Подскажи. Из полиции. Ты хочешь, чтобы полицию вызвали? Я могу представить только сотруднику. Ну, ты обязан представить, потому что я на тебя хочу жалобы написать. Что нет? Ты сотрудник магазина, правильно? Зовут меня Александр. Александр. А фамилия? Тебе не нужно. Почему? Ты отказываешься представляться? Не представился. Все, на этом. Но Александр это недостаточно для динтилликации. Это диалог совершенно неинтересно. Дальше можешь с собой разговаривать. Хорошо. Давай еще один лист. Александр. Расписался на моей копии. Да нет, мне два достаточно. Что за фигня? Как вот человек должен узнать, что у вас нет терминала? А? Не подскажешь? Слышишь? Александр? Да подскажи, как человек должен узнать, что нет у вас терминала? Вот у тебя на сайте где-то написано или где? Информацию можно проверить. Ты не подскажешь? Слышишь? Не от меня. Как он называется? Где уголок потребителя? Вот там, да? Или поя, что у вас? П. Калтаков. Это ремонт соток в телефон. А где у вас уголок потребителя, а? Женщина, подскажите, а? Где посмотреть название организации? Наверное, находит. У тебя уголок потребителя должен быть. Вообще закон не знает, а? А? Как ты работаешь? Как в 90-х, что ли? А что ты бросаешь? Ты видел себя, нет? Зеркало. Что ты на людей-то бросаешься? Смотри, кто-то слишком самоуверен, что никому. Ты уже проявил себя вовсю. Да, мне я за телефон взялся и снимать начал как. Да я снимаю, потому что, чтобы доказать твои неправомерные действия, да? Да, скажи, я просто тряпка. У тебя же камера есть, а у меня нету. Название организации, скажи. Да на входе вышел и прочитал. Да у тебя уголок потребителя должен быть. Ты знаешь об этом, нет? Ты нарушаешь закон на каждом ходу. Мало того, что у тебя только оплата наличными. Видишь, по карте нельзя платить. Терминалов нет. Человек еще должен как-то догадываться об этом. Скажи, почему нарушается здесь закон? То у вас старше здесь, а? То директор. Что, глухонемой? Директор, кто организация? Я сказал, я с тобой не буду разговаривать. Да ты обязан разговаривать с потребителем. Хоть и потребитель, где денег нет. С чего ты взял, что нет? Мы оплатим шлиф. Ты ясновидящий, что ли? Шлиф оплатить, тогда поговорим. Так я хотел оплатить. Не можешь, начнешь денег. Так я не могу, а ты не представляешь возможность технической. У тебя написано только наличными. Сейчас все оплачут по карте, ты обязан иметь терминалов. Не обязан, можете закон почитать. Как не обязан? Экваринг ставится в случае, когда в магазине в год определенные продажи идут. На какую-то сумму. У нас эта сумма не набирается. Значит, мы не обязаны ставить экваринг. Все, на этом. Ты тогда обязан помогать покупателю. Позвонить, чтобы перевели. Сделали тебе перевод. Потому что сейчас везде, во всех магазинах терминалы стоят. Здорово. А что ты на людей нападаешь, Очкарик? Ты не расскажешь? А? Что ты сейчас не нападаешь? Что смело, когда без камеры, что ли? А как это уже быть смело на камеру? А, ты на камеру, то есть трус. Ты справился, что ли? Ну, то есть ты трус, по сути. Почему ты сейчас не ведешь себя, как вел? По факту ты пошел за телефоном. Так я, чтобы твои неправомеры, я не... Как ты с телефона, ты что-то зассал. Потому что ты ляжешь с одного удара, понимаешь? Зачем тебе это... Зачем мне это нужно? Ну, это ты по ним специализируешься. Ты не той традиции, Очкарик. Ну, по тебе же видно. Сейчас все берут за телефон. У тебя камеры зачем стоят? Ты мне можешь подсказать? Тогда камеры сними свои. Зачем ты камеры поставил? Посмотри, везде по кругу камеры. А, тебе мне нравится. Я имею на это право, к институции позволяй. Клоунах, знаешь, как можно снимать. Потом вот скачиваешь и показываешь всем. Ну, покажешь, да? Конечно, покажу. Вот, хорошо. И все вместе посмотрим, правильно? Конечно. Всеми. Всеми, мужа, ты его позовем, не переживай. Да нет, ты меня путаешь с кем-то. Да... Ты больше похож на европейца. Да, конечно. На радужного европейца. Ну, подскажи название организации. Где можно прочитать? Вы можете подсказать название организации вашей? А? Название организации можете подсказать? А, они сегодня не работают. Вы можете подсказать? Не на входе. Уголок потребителя должен быть. Не находится и ИН, и РГМ, и так далее. Не, я понимаю. А где уголок потребителя? Он же должен быть в соответствии с действующей законодательства. Закон о защите прав потребителей. Знаешь? Там все написано. Здорово. Ты должен, обязан предоставить по первому требованию покупателю информацию. Вот, предоставь. В чем проблема? Ты откажешься это сделать? Ну, мужик, я говорю его... Да не мужик. Ну, не мужик сам. Мужик это, там, твой родственник, мужик. Ну, я все понял. Мне дело, это неинтересно вообще. Ты мне дай, пожалуйста, информацию. Я напишу претензии, все. Говорят с ним, у которых есть деньги. Да, меня не интересует, с кем ты будешь говорить. Ты обязан с любыми людьми говорить. Болтать ни о чем. Это вот работа с мужиками. Может, пойти поболтать. Я с тобой тоже разговаривать не хочу. Ты мне предоставь информацию о... Ну, он вообще отличный вариант. О продавце. Предоставь информацию. Все, мне больше ничего не нужно. Его имени уже за глаза. Более чем. Александр, предоставь. Уже более чем информацию. Информацию о продавце. Все, мне больше ничего не нужно. Вы можете предоставить информацию о продавце? Вот где у вас уголок потребителя? Вот видите, как у продажи сотователей на ком основании. Вы либо себя снимаете. Ну, я вас хочу. Да, но я зачем снимаю? Потому что у вас странный магазин. Да я к какой отношения не имею конфликтов с... Да, вы вообще просто работаете. Вы мне предоставьте информацию и все. В вашем конфликте я не имею конфликтов. Да, мне... Я вообще с ним не конфликтуру. Мне он не нужен тысячу лет. Мне нужно написать претензии и все. Мне он не интересует этот паренек вообще. Абсолютно. Вы мне предоставьте информацию и все. Уголок потребителя. Покажите. Вы отказываете это сделать? Ну вот, все посмотрят отношения, да? Либерти магазин вроде бы... Ну вот, кто-то, наверное, блогер, что местный. Да, потом узнаете, зачем вам нужно это знать. Здорово. Зачем сейчас это нужно знать? Ты узнаешь, когда... Когда все это посмотришь. Сичи, надо написать, что опасно есть. Ну ты дай информацию-то о потребителе. Ты нарушаешь закон. В наглую, понимаешь? Мало того, что нападаешь еще на человека, на меня напал. Еще плюс, к тому же, какие-то понятия у тебя бодлячьи. Пойдем, выйдем. Это что, так принято, да? При претензии потребителя сразу выходить? При первой. Ты мне предложил выйти. А я тебе предложил? Так ты кричал. Стоит слов было. Так ты же кричал вроде, пойдем, выйдем. Первый, нет? Я на камеру сразу переобулся и просто тряпочил. Да я вообще не перебуваюсь нигде. Что ты меня на слабо берешь? По каким-то понятиям, пацан. Не буду тебя залазать и вырезать. Да я вообще ничего не вырезаю никогда. Ну, не здорово. Знаешь, редакция опубликует, не я. Я вообще ничего не публикую. Да, есть редакция, которая опубликует и даст оценку надлежащему органу твоему поведению. Вообще в магазине тоже происходит. Ты почему отказался позвонить? Я тебя просил, я телефон оставил. Не было с собой телефона. Ты почему отказался позвонить для того, чтобы перевели деньги? 80 рублей ты вшивые за кнопку. А? Ну, разбегал бы давно, объяснял бы тебе. 80 рублей. Слушай, я тебя в два раза старше. У тебя молоко на губах не обсохло, сосунок. Да, держи в курсе. Ну да, я тебя держу в курсе. Старше, конечно, мнение. Причем здесь? Ты вообще не понимаешь, о чем речь. Сбегал бы. Я все понимаю. Ну, а как мне с тобой уважительно? Да мне плевать на твое уважение, понимаешь? Мне тоже плевать. Зачем мне уважение какого-то очкарик, продавца, который сидит здесь и непонятно, что делать? Александр. И нарушает закон. Ты нарушитель закона, самый обычный, понимаешь, для меня. Ты нарушитель закона. По моему мнению. Понимаешь? Ты нарушаешь закон, по моему мнению, на каждом шагу. Начиная от того, что у тебя нет терминала для принятия оплаты. Плюс к тому же ты не по-человечески ведешь себя. Ты отказался с рабочего телефона позвонить для того, чтобы тебе перевели 80 рублей. Плюс у тебя нет уголка потребителя. Ценник у тебя на товаре отсутствует. Понимаешь? По закону должны быть ценники. Вот. На каждом товаре у тебя его нет. Ни на одном практически. Понимаешь? То есть как ты продаешь? Непонятно. Ты можешь любую цену называть, что ли? Получается. Вон, посмотрите, друзья. Ни уголка потребителя. Ни на одном товаре ценника нет. Да еще какие-то 90 здесь процветают. Побыдлячи ведет себя вот этот пацан. Сразу пойдем, выйдем. Хотел спровоцировать на неправомерные действия, наверное. Вот такое нарушение. Здесь сплошное. Почему ты нарушаешь закон? Ты мне можешь ответить? Ты старший здесь в магазине. Ты попугай, что ли? Я от тебя ответ не могу. Я от тебя не могу ответа ни единого получить на свой вопрос. Ты нарушаешь закон и... Я диалог уже давно закончил. И к тому же отказываешься предоставить какую-либо информацию продавце. Как так? Думаешь, это информация тайна настолько, что... Информацию я должен тебе предоставить. А, очень просто. Название организации. Адрес. На входе написано. Нет, адрес юридический. Там все есть. Куда отправлять жалобы? Я тебе потому что не буду давать. Ты ее выбросишь и все. Я напишу и направлю по почте. Ну вот, ушли вообще, куда-то убежали. Смотрите, какое отношение к покупателям интересное. Оплата только наличными. Претензию хотел написать. Говорит, пойдем, выйдем сразу. Предоставь информацию, а? О продавце. Название, наименование организации и адрес юридический. Да я не хочу выходить на вход. Я у тебя за затребовал. Я не хочу с тобой разговаривать. Да ты обязан. Ничего никого не обязан. Как это не обязан? Закон обязан. Закон о защите прав потребителей есть. Выходит мне в голову. Посмотрите, как разговаривать. Разве можно в таком магазине существовать в 21 веке? В крупном городе. То есть требование покупателя о том, что предоставить информацию, то он называет вот так. Мозги трахать. Мало того, что нарушает закон, еще и отказывается предоставлять информацию какую-либо. Так ты будешь предоставлять информацию, нет? На входе все. Да я не хочу выходить, я от тебя требую. Я не хочу поговорить, ну и все на этом. Ну, я по-моему, дело должно закончиться. Почему отсутствуют ценники на товаре? Потому что в магазине решили, что их не обязательны. То есть нарушение закона, правильно? Магазин является нас оптовым. Так. И ценники не обязательно, да? А в розницу вы продаете? Конечно продаю. Ну, так. То есть не совсем оптовым, да? Почему нарушается закон в магазине? Можешь сказать? Почему нет уголка потребителя? Почему ценников нет? Ты мне что-то попытался сказать, но не договорил до конца. Ну и все, хватит на этом. Ну что, хватит? Ты считаешь, это правильно, да? Вот у тебя будет какая-то претензия, ты зайдешь? Я считаю, когда человеку говорят, что у вас есть два варианта оплаты, этого более чем достаточно. А если человек идет на принципы свои, я не понимаю, что... Нет, там дождь, понимаешь? Там на улице дождь, ливень. Ну и что? Ну погода такая. Я виноват? Ну погода, да. Нет, ты не виноват. Я тебя попросил просто пойти на встречу. Я попросил по-человечески сходить на деньги. А я тебя попросил по-человечески позвонить. В чем сложность? С рабочего номера никому не буду звонить. Почему? В чем проблема? В этом проблема. Ну, он используется для звонков? Он используется для звонков с нашими клиентами. Ну, я вошли. На то время был. Ну, сейчас я, конечно, не буду покупать у вас никогда ничего. А еще целых 80 рублей, это же ужас вообще, эта сумма неподъемная. Это же надо понты свои покачать обязательно. То есть, ты отказываешься, да, сообщить какую-либо информацию? Я правильно понял. Александр. Ладно, напишу претензию. Что еще делать, раз люди вот так вот обращаются. Просто замкнулся и все. Там дальше видно будет. Как отреагирует руководство, правильно? Видео, может, посмотрят. Или ты сотрешь, не? Для руководства. Оставишь? У тебя где руководство? В каком городе? В Москве находится, не? В Москве? Ну, вот. Это хорошо. И посмотрим, как отреагирует. Да, Александр? С тобой вместе. Ну, хорошо. Ну, все. Не будете сообщать, да, информации? Девушка вообще куда-то убежала. Властин. Причем здесь конфликт. Ну, ладно. Вот так вот. Либерти магазин. Кольцовская, 27. Кольцовская, 28. Что здесь на входе? Пайказак. Пейнену, БРН.